Добрый день, уважаемые коллеги! Мы продолжаем наш разговор про онлайн-технологии. Казалось бы, мы только привыкли к инструментам, освоили их, начали вести лекции в интерактивном режиме, и вообще потихонечку привыкли к ситуации онлайна, претерпелись, что называется, и у нас появляется новая задача. Нам предстоит провести аттестацию в онлайн-режиме, и возникает новая лавина страхов, недоверия к формату, подозрения, предубеждения. Нам кажется, что это совершенно невозможно проконтролировать. Студенты будут сидеть в интернете, будут обращаться к помощникам, и вообще будут списывать, 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 и это списывание встает в огромную проблему, для решения которой нам нужен супер-мега-решение. И такой инструмент, такое решение нам начинают предлагать. Возникает слово прокторинг, новое слово, которое начинает входить в наши умы. Что такое прокторинг? Прокторинг – это процедура слежения или контроля за сдающим экзамен. Обычно это осуществляет реальный человек, который через камеру в виде сдающего экзамен. Это практикуется в больших потоках, таких, какие проходят на платформах массового открытого образования, платформах МОК, где одновременно экзамен сдают тысячи обучающихся, неизвестных никому, находящихся в различных точках мира. Там действительно нужен проктор. Так ли уж нужен прокторинг нам с вами? Да, прокторинг проверяет личность, но своих студентов мы знаем. Прокторинг проверяет рабочий стол, перекрыт ли интернет, закрыты ли, не открыты ли дополнительные окна. Но он никогда не увидит микронаушников, как не видим их мы в ситуации столь любимого нами традиционного экзамена. Мы только можем заметить, выходя за пределы аудитории, что ребятишки сидят и нашептывают друг другу в телефон ответы на те самые вопросы, которые мы сформулировали к билетам, если мы их спрашиваем в готовом виде. Вопрос-ответ. Прокторинг эффективен в основном при выполнении письменных заданий и тестов. Давайте посмотрим, стоит ли нам бояться списывания и почему студенты списывают. И здесь ответ очевиден. Зона списывания появляется там, где есть зона готовых ответов. А зона готовых ответов есть там, где мы свой экзамен сводим к тому, что проверяем, запомнил студент или не запомнил, понял или не понял теоретический материал. Если мы обратимся к пирамидке, столь знакомой, посещающей нашу программу повышения квалификации, это пирамида уровней познавательной деятельности Блума Андерсена, мы увидим, что вот эти два уровня запоминать и понимать, они ведь являются лишь базисом для более серьезных уровней познавательной деятельности и более серьезных образовательных результатов, собственно, из которых и состоит наша дисциплина. На основе того знания, которое мы дали, студент начинает применять, на основе применения получает опыт анализа, на основе анализа учится, способен синтезировать, оценивать, прогнозировать и, наконец, создавать что-то новое. Сколь не были бы формальные наши программы, рабочие программы дисциплин, мы ведь выделяем в них как зону знания, так и зону умения, то есть основных навыков, уровней применять, анализировать, оценивать, так и зону владения опытом, когда студент может создать что-то новое, потому что он этому научился. Почему же мы пеняем на экзамен, на то, что студент списывает, если мы экзамен сводим к репродуктивным формам того материала, который мы ему предложили? На самом деле при формулировании заданий, связанных с применением, анализом, оцениванием, созданием, всегда есть возможность увидеть через комментарии, через защиты выполненных заданий, через дополнительные вопросы, всегда есть возможность прокомментировать, проанализировать уровень освоения студентами того материала, который мы с вами дали. Зачем же тогда нам оставаться в зоне списывания, в зоне вот этих вот готовых ответов на готовые вопросы, если у нас с вами есть возможность, есть возможность в режиме реального времени, в режиме реальной мысли студенческой дойти до всех уголков, которые нам нужны, и при этом увидеть, как сформированы результаты его умения, как сформированы умения, как сформированы навыки создания, если дисциплина это предусматривает. И здесь давайте посмотрим на онлайн-технологии. Мешают ли они нам? Нет, абсолютно не мешают, потому что мы с вами уже видим, и видим это прекрасно, что онлайн-технологии, даже дистанционные вот эти самые технологии онлайна, они позволяют коммуницировать, причем коммуницировать как в индивидуальном ключе, и здесь нету, в общем-то, ограничений на наш традиционный вот этот вот формат устного экзамена, если уж хотите, и так привязаны к нему, то никаких ограничений здесь нет. Есть возможность коммуницировать со студентом по поводу выполненного задания, задавать любые вопросы, и, наконец, есть возможность коммуницировать с группой, проводя коллоквиум, защиты работ, подключая студентов к комментариям, к оценке друг друга, то есть есть все возможности для проведения полноценной аттестации по дисциплине. Кроме того, если вы работаете в Мудле, и если практикуете бальную систему или бально-рейтинговую систему, и у вас в курсе все задания на семестр расписаны, выделены итоговые задания, то, в принципе, промежуточная аттестация может пройти и в режиме накопления баллов студентам, может быть, при небольшом собеседовании в конце, а может быть, и вообще без него. Таким образом, мы начинаем формировать систему альтернативную тому самому волшебному прокторингу. За счет чего? За счет того, что мы не идем по пути унифицированных заданий, мы не идем по пути заданий, на которые можно найти легко ответы и таким образом их списать. Мы создаем систему, серию вариативных заданий. Их должно быть несколько вариантов, чтобы студенты не успевали их передавать друг другу. Задания должны носить проблемный характер, то есть они должны заставлять студента не воспроизвести готовое, а включить свою мысль, включить критическое мышление, включить комбинаторику способов решения. Ну, в каждой дисциплине это свое. Серьезным моментом, предотвращающим списывание, является время, фактор времени, когда студент четко знает, сколько времени отдается на выполнение практического задания или того же самого теста. В тестах, например, до 30 секунд на задание, как правило, если вы выделяете, то студент работает в достаточно большом темпе, и ему некогда искать готовый ответ и некогда обращаться к соседу, которого, во-первых, рядом нету, ему нужно звонить, писать. Все это занимает время, и к тому же сосед тоже выполняет задание. Ну и, наконец, конечно же, вы должны предъявить к работе четкую инструкцию выполнения, и ваши собственные требования. Тогда реально такой, другой такой работы нигде найти будет невозможно. То есть вы должны, безусловно, продумать критерии оценивания. То есть студент должен знать, как вы будете его оценивать, на что будете обращать внимание, то есть какой-то вариант критериев оценивания. И само задание должно быть пошагово, достаточно подробно описано, чтобы студент понимал, что вы ожидаете, и за какой период времени. И тогда при определенной договоренности о формате проведения, о правилах поведения, ни студенты не будут на вас обижаться, ни вы будете обижаться на студентов. И я думаю, что вы многое для себя возьмете в систему экзаменов и в посткарантинный период. Это не все про промежуточную аттестацию. Мы встретимся с вами еще раз и посмотрим обзор возможных форматов проведения промежуточной аттестации. А сейчас я заканчиваю. Конечно же, вам всем здоровья и вам, и вашим близким.